Я только что закончила тренировку, у нас было 28 градусов, солнце пекло, я не знала, как я вообще это выдержала, а потом, как только тренировка закончилась, просто солнце резко ушло за облака, появился ветерок, обдувающий такой приятный, я думаю, серьезно? Если еще сейчас дождь пойдет, я прям максимально расстроюсь, потому что мы умирали на солнце в течение двух часов, а до этих двух часов я еще тренировала любителей, то есть все на солнце, а шапка, которая должна защищать меня от солнца, мне очень сильно перетягивала голову, надо ее поменять, вот так. Я приехала в Москву и сейчас немножко расскажу, что произошло со мной, а словом, скажем так, я пропустила свой поезд. Честно говоря, со мной такое вообще впервые, никогда в жизни такого у меня не было, чтобы я не переехала на поезд или на самолет, всегда заранее приезжаю, всегда все контролирую, но здесь я не знаю, как это произошло. Ну, в общем, значит, я тренирую, и девочка говорит, тебе тренер прислал билеты, я смотрю на почту, на почте у меня не билеты, а именно отель. Я говорю, что мне билеты не прислали, я говорю, можешь ты тогда мне прислать билеты? Она мне присылает билеты. Я смотрю, время 21.20, что-то такое, я думаю, хорошо, завтра у меня сам поезд в 21.20. Все, я с этой мыслью весь день потом в 21.20. Но нет, и девочка говорит, Алина, ты где? Я думаю, как где? Дома? А, не, не дома, я тогда тренировала. Ну, на Елагине. Как на Елагине? На каком Елагине у нас поезд отъехал? Алина! Я думаю, ой, извините. Я, во-первых, была в панике, а что делать в такой ситуации? Ну, значит, девочки мне пишут, давай тогда бери билеты срочно на следующий день или на сегодня ночь. Я нашла билеты, которые ночной рейс, он от Питера в Москву, а от Москвы уже в Орел. Но есть одно но, что очень долго. Хорошо, что недорого. Вот это вот мне, думаю, ничего страшного, долго буду ехать. Ладно, ладно, я целый день тогда была в поездке. Вот. Ну, я сильно не напрягалась только из-за того, что за весь этот день я так вымоталась, так устала, что вот эта вот ситуация, которая произошла, я думаю, а, я не приехала на поезд. Понятно. Что понятно? Если вот я сейчас была бы в таком вот энергичном состоянии, я бы такая, какой не приехала на поезд? Это вообще нормальная, что ли? А тогда я вообще была в выжатый лимон, такая, мам, представляешь, а я на поезд. И говорю, Алина, ты нормальная, в общем? Ну, да. Билеты заказала, папа отвезет меня на вокзал, ночью это уже было, и я поехала в Москву. Вот такие вот дела. Это все потому, что у меня была перегруженная неделя, полностью перегруженная неделя. У меня тогда была и учеба, и работа, и тренировки. Все это вот так замешалось, и надо было составлять расписание, а я все в голове держала. Живу я в просто не самой удобной локации для себя, но с этим я вопрос решу, надеюсь. Что потом произошло? У меня был пятичасовой перерыв в Москве, чтобы сесть на поезд в Орел. Я не знала, чем заняться, поэтому я пошла, купила себе штрудель и сидела в элитном месте. Просто купила штрудель и готова. С чайком попила его, было очень вкусно. И на этом диванчике я, наверное, провалялась все четыре часа. Потом, собственно, пошла уже на платформу свою и поехала спокойно в Орел. А там у меня сосед просто кальфушечки, значит, пьяный в хлам такой сидит. У него там боржоми стоит, а он, ну, спит. Решил со мной поговорить на середине дороги, такой говорит. А вы случайно не волейболистка? Я думаю, как ты попал? Пляжный волейбол, возможно. Я думаю, да как вы это делаете? А вы знаете, у нас в Ореле пляжный волейбол будет проходить. Я думаю, а, понятно. Ну, я ему говорю, что я как раз-таки туда и еду, буду играть, все дела. И он говорит то, что ой, здорово. И засыпает. Потом, когда уже остановка Орел, я смотрю, этот дрыхнет. Ну, он что-то про Орел говорил. Я думаю, а может быть, ему как бы здесь и выходить? Может, он тут живет? Буживо. И он такой, девушка, спасибо вам большое. Я бы проспал бы и проехал бы свою остановку. Очень долго меня благодарила. Думаю, ну, ё-моё, какая я молодец. Вот, потом мы распрощались, и я спокойно уже доехала до отеля. Уставшая, голодная, самое главное. Потому что я за весь день какую-то ерунду ела. То штрудели, то кипячение. В общем, все то, что я обычно не ем. Благодаря тому, что я такая уставшая и сомная, я вообще не переживаю ни за что. Что сейчас происходит. Вот, и меня радует, что сейчас на голове у меня нет резинки, ничего не перетягивает. Мою голову просто на расслабоне. Вот уже нашла 6-7-й путь. Наверняка 8-9-й дальше. Слава богу, что я решила на полчаса пораньше дойти. Ну вот и приехал мой поезд. Хоть здесь, ну всё нормально, сейчас сяду. Надеюсь, доеду до Орла. Без приключений. Главное, выйти вовремя. Потому что у меня Орел не конечная остановка, а где-то в середине она будет. Конечная здесь остановка Курск. Гаврилова отмок в середине. О, надо не проспать этот момент, чтобы не ехать на Курск. Да, я чё бы да не поставила на меру. Уже половину пути проехала. Съела печенье. Свои. И попила водички. Сейчас буду учить УТИМФК. Теорию методико-физической культуры. У меня будет экзамен в понедельник. Как раз таки к тому моменту, когда я проезжаю. А ещё одна новость. Я когда приезжаю после Орла, у меня тренировка. Я буду тренировать людей. Готовиться к экзаменам. А в воскресенье играю в турнир. Окей, я приехала. Теперь надо как-то думать, как добраться до гостиницы. Ну, думать-то особо не надо. Просто заказать такси. Вот что значит перепутать даты. Меня совсем не смущает, что завтра у меня первая игра уже квалификация. Сейчас приду домой, просто лягу спать. Ой, не могу. У меня так ноги забиты. Мои загорелые ноги. Всё, приехала я в гостиницу. Сейчас на второй этаж поднимаюсь. И буду встречать своих друзей. Такой вот интересный холл. И коридор. Как будто бы я где-то... Вообще, где... Просто мы уже ездили так с тренером по классике. Примерно что-то похожее было. Бесконечный коридор. Сейчас я только что возвращалась вниз, чтобы забрать ключик, который оказался на ресепшен все-таки. Ну что, первое впечатление о номере готово сделать со мной вместе. Фу, как воняет духотой. Так, ну ладно, комната стандарт. Ну, почему-то кровать одна. Я люблю это. Чёрт, ну ладно. Ну и вид из окна у нас... Такой вот. В принципе, ну есть холодильничек. Если сравнивать с Волгоградом, то тут побольше места. Пошире. И можно разойтись, прогуляться. Но зато в Волгограде у каждого была своя кровать. И панорамные окна. А ещё там был кондиционер. Какая-то жара здесь. Немыслимая. Фу, как душно. Да ладно, посмотрите. Прикольно. О, буду баловаться. Ладно, всё. Можно отдыхать. И день дорога. Спасибо, что посмотрели это видео. С вами была Алина. А я ужинать. Я сейчас с телевизором смотрю, что там есть. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.